Доброе утро, каждому из вас! Очень-очень счастлив быть сегодня с вами. Очень была замечательная неделя со студентами МГБА и в институте. Смотря в зале, я вижу некоторых студентов, которые были в классе. Но я бы хотел, чтобы каждый из вас был в классе на уроках. Потому что каждому из нас необходимо учиться, как служить Господу. Я очень благодарен за ваше гостеприимство, что мы могли насладиться тем временем, которое мы проводим в Одессе с я и моя жена. Позвольте мне представить мою чудесную жену, которая много лет уже со мной. И мы очень благодарны пастырю Валентину и его супруге Татьяне, Саше и Ане. И, конечно, каждому из тех, кто были очень добры к нам в течение этой недели. Мы коснулись очень многих моментов, когда разбирали книгу Деяний на этой неделе. Но сегодня я хотел бы коснуться немножко исторической реальности. Это очень эффективный метод, которым люди читают Слово Божье. Потому что упуская эти моменты, получается очень много непониманий и ошибочных мнений в Писании. Я хочу дать вам пример этого из книги Матфея, 21 глава. Но до того, как мы коснемся 21 главы, я хотел бы дать исторический план. И давайте помолимся сначала. Бог Авраама, Исаака и Якова, Как благодарны мы за то, кто Ты есть. И как Ты вечное спасение для народа Израиля. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты любишь Своих людей. Евреев и неевреев. И всякое слово, всякое обещание, которое Ты дал Дому Израилеву, Да исполнится. Всякое обещание будет исполнено. Потому что Ты Господь, который сдерживает Своё Слово. И мы берем сейчас несколько минут этим утром, чтобы иметь лучшее понимание Твоей истины, Господь. И чтобы быть вдохновлены, Господь, Вхождение с Тобой и Освободитель Израиля. Мы даем Тебе всю славу и благодарность во имя Ишуа. Аминь. Мы знаем, что когда еврейский Мессия пришел в этот мир в первом столетии, И его приход был очень ясно озвучен с помощью Духа Святого и подготовлен. И было много слов от Господа с Небес через столетия. И не было никаких пророческих ошибок. И в момент исторического рождения Иоанна Крестителя, И в момент рождения Иешуа Мессии, Была очень большая жажда и нужда в Духе. Он снова начал двигаться через людей в Израиле. И было высвобождено пророческое слово. И Бог снова посетил Свой народ. О том, что Иешуа Мессия, Спаситель, должен прийти. И Царство Божие приблизилось. И все, что написано в Еврейской Библии, наконец-то можно было увидеть через Иешуа Мессию, можно было принять не только все благословения Божьи, но также можно было достигнуть своего призвания, своей судьбы в Господе. Как Его великий план, использовать Израиль для того, чтобы достигнуть весь мир. Израиль был использован для того, чтобы достигать неевреев. И очень многие из неевреев пришли в иудаизм через израильтян. Мы читаем в книге Деяний и также в других писаниях, что верующие были преследуемы. Но на самом деле эти моменты были не такие яркие, и их не было так много. Мы забываем о том, что творилось на самом деле в книге Деяний. И забываем о тех свидетельствах, как они ходили и достигали разные страны и разных направлениях достигали людей. Преследование верующих в Мессию было не постоянным, а краткими периодами. И отношения, которые были между евреями и евреями, верующих в Мессию, и неевреями, на самом деле в большинстве своем были очень хорошими. И нееврейские верующие, неевреи понимали, что они имеют радость двигаться с еврейским народом. Что они могут играть в одной команде с еврейскими верующими. Что они могут славить Бога Небес здесь на земле. Потому что Его имени поклонится всякая нация. В первом столетии не было никакой суперхристианской идеи. Что мы, христиане, немножко подвинем евреев из Божьей программы. Или что церковь теперь имеет более главенствующее место перед Израилем. И что Господь отвернул свое внимание с израильского народа и теперь полностью сфокусирован на церкви. Я знаю, что очень многие христиане верят до сих пор в эту идею. Это христианская идея, которая распространена по всему миру. Но на самом деле нет никаких библейских оснований, подтверждающих эту идею. Это не то, чему учит Библия. Это не христианское столетие. Это не то, о чем говорится в Библии. Если мы передвинемся во второе столетие, мы найдем, что были христианские лидеры, которые очень бы хотели, чтобы все, что связано с христианцем, не было связано с евреями. И люди, как Джастин Мартин, например, создали новый вид теологической идеи, которая гласит, звучит так, что евреи потеряли свой шанс, они упустили свою возможность. Они сказали фразу, пусть его кровь будет на нас и на наших детях. И Бог разгневался и теперь ненавидит евреев. И он умыл свои руки от них. А теперь он имеет новых людей Божьих. И теперь есть новый закон Божий. И теперь новый вид людей. И на самом деле ничего общего этот человек не имел с Богом. И теперь все, что Господь будет делать во Вселенной, он будет делать только через свою возлюбленную церковь и ни в коем случае не через евреев. Послушайте, эта идея очень медленными шагами завоевывала свое влияние в христианском мире. Теперь давайте вспомним о том, что Библия все-таки еврейская книга. Не только от Бытия до Малахии, но и от Матфея до Откровения. Это еврейские писания. Да, мы знаем, что Новый Завет был написан на греческом. Но Бог вдохновил еврейских писателей написать эти места Писания. И все Писания, все места Писания, они понятны и объяснимы с еврейской перспективы. Но все больше и больше христианских мыслителей, те, которые увлекались греческой философией до чтения Писания, и они думали о том, что греческий — это не еврейский. И они перестали читать Писание с еврейской перспективы, с еврейского взгляда. И теперь всю Библию, всю ее, они стали читать через призму греческой философии. И как результат произошло очень много ошибок. Эта идея пошла от греческих философов, которые увлекались философией, перед тем, как стать верующими. Это очень академическая такая идея. Эта идея идет больше от интеллектуальных, философских размышлений. Но она вообще ничего не имеет общего о еврейских отношениях с неевреями в конкретном контексте. На самом деле, евреи, верующие в Мессию и неевреи имели очень хорошие взаимоотношения во втором, в третьем и даже до четвертого столетия. Но вот эта идея о том, что Бог заменил Израиль церковью, она начала просто распространяться в христианских умах. И больше и больше начало раскрашиваться красками христианства. И влияние стало больше. Еврейский мир, как бы, был ранен этой мыслью, что их отвергли, и теперь уже церковь заняла их место. Евреи думали, что это шутка какая-то, насмешка. Мы были евреями, а теперь вы стали евреями. Мы были евреями все эти столетия, и теперь мы вдруг перестали быть евреями. А теперь вы стали новыми евреями. И это большая шутка, ребята. Но когда мы приходим с вами к четвертому столетию, теперь это перестало быть таким смешным. И это больше не выглядит как шутка. Теперь христианство занимает позицию не просто легальной религии. И христианство не только держит консул Найсея в году 325, Константин держит консул Найсея в городе 325. Теперь они не просто легальная религия, но еще после Никейского собора в 325 году. Но через год 380, христиане стали официальной легальной религией во всей Римской империи. Они стали государственной религией. И теперь евреи перестали смеяться над этой идеей замещения. Потому что сейчас настали времена, когда евреев просто отвергали, отрекались от них. еврейский мир испытывал большие атаки. Христианское мышление просочилось в римский закон. Но теперь еврейских лидеров, христиан, их просто отодвигали, и на самом деле они уже не имели того влияния. И мы видим христианскую реакцию на вот эту теорию замещения Церкви и Израиля. На самом деле она не имеет никакого библейского основания. Покажите мне хотя бы одно место Писания, где говорится о том, что Церковь Новый Израиль. Покажите мне, что теперь Новый Израиль не имеет никакого отношения к историческим евреям. И что Бог не возвращается к Своим обещаниям, которые давал Аврааму, Исааку и Якову. Это чистой воды фальсификация. И то, что Церковь сфабриковала, что теперь Бог отвернулся от Израиля, и теперь Его место заняла Церковь, но теперь она в мозгах и в умах всех христиан четвертого столетия. И теперь легально они могут закладывать основания. И теперь Израиль понимал, в каком плачевном состоянии он находится. И в это время очень много, тысячи, тысяч евреев, которые становились христианами. Они говорили, что Иисус, Иешуа, имел победу. Он царь мира. Ну, теперь, значит, он царь Римской империи. Может быть, в этом будущее. Может быть, таким путем нам надо всем идти. И тысячи и тысячи евреев отрекались от своего еврейства и становились христианами в четвертом столетии. Боясь, что раввины их будут отвергать в страхе. И раввины очень сильно боялись, что все евреи в один момент резко станут христианами. И они переживали, что всех потеряют. Так как христианская вот эта теория замещания имела очень сильное движение. И тогда еврейские раввины стали пытаться оберегать своих евреев от этого христианского влияния. И свою теорию раввины основывали на том, что давайте вернемся к тому закону, который истинный для нас. Это закон Моисея, который он получил на горе Синай, Мишну и Гоморру. То есть все святые писания, что у нас есть. Давайте двигаться только в этом законе. Все мнения раввинистические первого и второго столетия, все их мнения и вся их теология была построена на разрушении храма, на то, что они теперь потеряли, и как им надо двигаться теперь дальше. И движения первого и второго столетия, еврейские, основаны на Мишне. И комментарии, которые вышли из Мишны, которые стали Гомарой. И это уже двигалось в третье и четвертое столетия. А теперь в четвертом столетии раввины начали бояться, что все евреи попадут под христианское давление и влияние. И тогда они начали говорить о том, что Мишна и Гомара, которые появились с первого по четвертое столетия, на самом деле были даны еще Богом, Моисею, и они идут от того времени, и это настоящий истинный закон, который надо двигаться и соблюдать. И они начали с этого времени говорить, что есть не только письменная Тора, которая была дана на горе Синай, но также есть великая устная Тора, которую надо соблюдать. Это две классических катастрофы религиозных. Первая — это христианская, что Бог стер Израиль из своей программы, и там теперь только место церкви. И вторая катастрофа — еврейская катастрофа. Раввинистические идеи, которые сказали, что они были даны Богом, Моисею, на Синае. Которые гласили в своем большинстве, что теперь вам надо беспрекословно слушаться раввинов. Теперь я хотел бы приступить к Матфею, 21 главе. И я не хотел бы исполнять роль Раввина здесь. Но я считаю, что важно посмотреть в Писание, в Матфея, 21 главу. Чтобы увидеть, что на самом деле христианская философия, теология, на самом деле не то, что говорит Писание. Мы очень быстренько коснемся. И не будем говорить об этом очень долго. Но я хотел бы, чтобы этот пунктик остался у вас. И сейчас мы прочитаем Матфея, 21 главу, с 1 по 11 стих. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Ифагию, горе Елеонской, тогда Ешоа послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Ешоа. Привели ослицу и молодого осла, положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Ассана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, Ассана Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь народ пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Ешоа, пророк из Назарета Галилейского». И здесь мы видим, что Иерусалим был наполнен множеством с разных сторон мира. Для Пасхи, для Песоха, для Песовера, многие евреи со всех стран, со всех мест, со своих жилищ, приходили поклониться Богу в Иерусалим. И было множество народа. И что это множество говорит? «Ассана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, Ассана Вышних». И это множество народа восклицает, что Иешуа — это пророк из Назарета. И они осознают, они видят, что Руха-Кодеш, Дух Святого Бога, почиет на Иешуа. И теперь начало Песоха, начало недели Песоха. И они осознавали, что идет еврейский мессия, когда он входил в город. И момент, который я хотел бы заострить внимание, то, что часто говорят христианские учителя, те люди, которые приветствовали Его в этом месте Писания, они утверждают, что это те же самые люди, которые через несколько дней кричали «Распни Его! Распни Его!» и повторяли эту фразу «Пусть Его кровь будет на нас и на наших детях». И они используют это для того, чтобы создать нам картину евреев как жутких, ужасных людей. Тут они поклонялись Богу, а тут они уже кричат «Распни Его!». Но я скажу вам, где эти слова были сказаны. Это было сказано «Распни Его!» и «Пусть Его кровь будет на нас!» было сказано в том месте, где больше, чем 200 людей не вместится. Это было сказано «За закрытыми дверями». Это было сказано «Очень близко к Синедриону». А весь еврейский народ спал в Иерусалиме. Они выпили четыре бокала вина в Песах вечером до этого, и они все спали. Они все спали, и они не знали, что происходило. Это было религиозное лидерство, вот этот костяк религиозных евреев, которые не хотели никаких изменений. Это не было еврейское множество, которое было... это еврейское множество даже ничего не знало об этом. Я хочу сказать, что те люди, которые мы видим в начале 21 главы Матфея, это не те, которые говорили эти слова позже «Распни Его!». И если мы будем двигаться через Матфея 21 главу, мы увидим, что есть большая дичотома или большая разница между религиозным мощностями и коммунистами. мы, если будем читать 21 главу, мы увидим конкретное разделение, очень большой разрыв между религиозным меньшинством, лидерами и всей основной массой израильским народом. религиозная элита, те, которые держали в своих руках контроль над всем, они все хотели оставить одинаковым на том же самом уровне. Они не хотели даже думать о том, что Бог может творить что-то новое через них. И эти люди с таким мышлением появляются с 12 стиха. И сейчас мы читаем с 12 по 17 стих. И вошел Ешуа в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им, написано, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые храмы, и он исцелил их, видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей восклицающих в храме и говорящих Асана, сыну Давидову, вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Ешуа же говорил им, да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Мы видим, что эта религиозная элита вознегодовала на те благие, хорошие вещи, на те чудеса, которые произошли в этот момент в храме. И это не то, что они расстроились, что столы менял были опрокинуты. Но Ешуа сотворил чудеса, исцелил слепых, которые были в храме. И эти люди, слепые и храмые, стали воздавать славу Господу. И они рассердились на Него именно за эти чудеса, что Он сотворил там. Он был отвергнут этими еврейскими ликдерами за чудеса. Стих 18 и 19. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Основание этих стихов Христиане обращают внимание на тот момент, что Ешуа проклял смоковницу. И они говорят, вот эта смоковница, она и символизирует всех евреев. И израильский народ, это эта смоковница, и Ешуа проклял их. Это стандартная христианская идея. А давайте посмотрим, почему Ешуа проклял смоковницу. На самом деле, есть всего несколько моментов во всей Библии, где Израиль сравнивается со смоковницей. Но на самом деле, Израиль сравнивается с разными деревьями, с оливковыми деревьями, с виноградной лозой. Это просто случайность, эта смоковница, сравнение с ней. Итак, почему Ешуа проклял смоковницу? Потому что он не любил евреев? Потому что он остановил программу Бога для еврейского народа? Он хотел остановить апостолов и учеников, чтобы они перестали проповедовать и спасать израильский народ? Почему же он проклял эту смоковницу? И мы увидим ответ с 20 по 22 стих. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Ешуа же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если не будете иметь веру, и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горесь, и скажете, поднимись и вергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Итак, он проклял смоковницу, чтобы Израиль проклясть? Или он проклял смоковницу для того, чтобы научить своих учеников молиться с верою? О том, что многие великие чудесные дела могут свершиться, если вы будете молиться с верой и верить. Но очень многие концентрировали свое внимание на том, что здесь Ешуа проклял Израиль. Ешуа не проклинал Израиль. На этой же самой неделе Ешуа пошел на крест, чтобы умереть и принести себя в жертву за всех сынов Израиля. Он имел великую любовь к своему народу. Теперь, власть Ешуа мы можем увидеть с 23 по 27 стих. И когда пришел он в храм и учил, приступил к нему первосвященники и старейшины народа, и сказали, какую властью ты это делаешь, и кто дал тебе такую власть? Ешуа сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? Если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за Павелом. Вы сказали в ответ Иисусу, не знаем, и сказал он и им. И я вам не скажу, какую властью это делаю. So here we see in this episode that the leaders of Israel, the religious establishment is challenging Yishua's authority. Who are you? By what authority are you doing these things? Кто ты такой? И чьей властью ты все это делаешь? И он сказал, я отвечу вам, если вы ответите мне. Итак, откуда же было крещение Иоаннова? С небес или от человеков? Это очень стратегический вопрос. Потому что Иешуа сам принял крещение от Иоанна. И когда он принимал крещение от Иоанна, что случилось? Дух Святой в виде голубя почил на нем. И голос, явный с небес, сказал, Это Сын мой возлюбленный. Почитайте Его. Вот откуда власть. Он был знаком Божьим. Иешуа — знак Божий, который должен вести Израиль в его судьбу. Но израильское лидерство религиозное не хотело отвечать на вопрос. И они сказали, мы не ответим. Иешуа сказал, тогда и я вам не отвечу. Потому что Бог уже установил свою власть в нем через крещение. И хочу показать вам параболу. О двух сыновьях, которые обещал один и не пошел, а другой обещал и не обещал, но пошел. Один, который не обещал, покаялся и выполнил задание Отца. И он продолжает говорить с религиозными лидерами. И он продолжает говорить с религиозными лидерами. В 31 стихе. Который из двух исполнил волю Отца. Говорят Ему, первый, Иешуа говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему. А мытари и блудницы поверили Ему. Вы же, и видев это, не раскаялись, после чего бы поверить Ему. Иешуа говорит, ваша религиозная элита, все религиозные лидеры, они пропустили, упустили момент. Но те, которые покаялись и поверили, даже если это не самые лучшие люди из населения, блудницы и мытари, но они покаялись и поверили, они войдут в Царство Божье перед вами. Если мы подойдем к финальной части 21 главы, и здесь мы видим притчу о виноградниках. Помните эту притчу о том, что Хозяин послал посланников своих к виноградарям, чтобы они принесли урожай, но их виноградари убили и обокрали. И Виноградарь, Хозяин, посылал, в конце концов, своего сына, но его также убили. И Ешуа задает вопрос, Итак, когда придет Хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? И был ответ о том, что Хозяин придет и разрушит их, просто уничтожит. И тут Ешуа говорит о камне, о краеугольном, который был отвергнут, на который стал главой угла. Итак, 43 стих. Потому сказываю вам, что Царство отнимется от вас, Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И Ешуа говорит к главным священникам, что Царство Божие отнимется от вас, и будет отдано кому-то другому, тому, кто приносит плоды. Вопрос, кто это кто-то другой? Христианская теология через все столетия говорит о том, что Бог забирает Царство Божие от евреев, и теперь Он отдает Царство Божие в руки христиан, не евреев. Оно забрано у евреев и отдано церкви. Но это не то, что говорится здесь. Здесь кто-нибудь есть, кто изучал греческий? Позвольте мне спросить вас. Это ваш экзамен по-греческому. Есть ли в греческом неопределенный артикль? Есть только определенные артикли в греческом языке. Нет неопределенных артиклей. Позвольте я вам объясню. Как в английском, неопределенный артикль «э» говорится к любому мальчику, любому человеку, любому. А определенный конкретному человеку, конкретному созданию. Поэтому на греческом нет неопределенных артиклей. Есть конкретные обращения к определенным людям. Я не знаю, как звучит это конкретно в русской Библии. Но в английском, если вы посмотрите на это, это говорит, что это будет взаимодействие от вас и дали в одну страну, обладая фруктами этого. Это предполагает другую группу людей. В английском. В английском это говорится о том, что заберется Царство Божье конкретно от вас и дастся нации, которая будет приносить плоды. Момент, который я хотел бы сакцентировать здесь, что Ешуа не говорит о том, что Царство Божье будет забрано от евреев. От Израиля. Он говорит, что Царство Божье будет забрано от вас, от тех, кто не покаялся. От неверующих будет забрано. От тех, кто отвергают Бога. Отвергают откровения о Боге. Отвергают власть Духа Божьего. И тут он говорит, что Царство Божье будет забрано от вас, религиозная израильская элита. И оно будет отдано тем, кто исповедует веру, кто покаялся. Даже если это были мытари, проститутки и имели плохое прошлое. И когда Ешуа говорит о мытарях и проститутках, в контексте этой главы, говорит ли он здесь о еврейских мытарях и проститутках, или говорит о нееврейских мытарях и проститутках? Логично размышлять о том, что он обращается к еврейским людям. И он говорит, что Царство Божье будет забрано от вас, религиозная элита, и отдано этим. Он говорит о том, что от элиты израильская, еврейская, религиозная будет забрано Царство и отдано простым людям. Не от евреев забрано и отдано Гоим, язычникам. Будет забрано от тех, кто не почитает Бога, и отдано тем, кто поклоняется Богу. И это очень ясное послание, которое Иешуа сказал израильским лидерам. Посмотрим 45 стих. И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Они понимали, что он обращается к ним. Но вывод, который я хотел бы сделать, о том, что Царство Божье доступно ко всем израильтянам, ко всем евреям, простым людям, которые поверят. Кто ответит на призыв веры. И смотря в книгу Деяний, мы видим, что многие фарисеи пришли к вере и также вошли в Царство Божие. И мы также видим священников, которые пришли к вере и вошли в Царство Божье. Это сообщение касалось тех, кто отвергал. Но все еврейские люди во всех поколениях, которые услышат о Царстве Божьем и покаятся и поверят. Могут испытать полноту благодати Царства Божьего. И я заканчиваю на этом. И это вывод, который бы я хотел сегодня сделать. Давайте отвергнем в сердцах эту идею, что Бог отверг евреев. Апостол Павел говорит дважды в одном и том же стихе и апостол Павел говорит о том, что не отверг Ишуа свой народ. И я думаю, что апостол Павел прав. И вся христианская философия и теология в течение всех этих 18 столетий, которые утверждают, что Бог отверг свой народ и отверг израильский народ. Что Бог не спасает больше израильский народ. Теперь надо беспокоиться о спасении всех остальных. Это классическая христианская идея. Но это абсолютно foreign to what thus says the Lord. Но это абсолютно не соответствует тому, что говорит Господь. Божья страсть о спасении израильского народа так же сильна, как и сильна была тогда. И любовь Ишуа к еврейскому народу так же сильна, как и всегда была сильной. И Дух Божий, который двигался над израильским народом в Деянии 2 главе, так же готов двигаться сегодня над всем израильским народом. Давайте будем верующими. Давайте будем верить в то, что говорит Библия. И давайте верить и делать то, чтобы весь Израиль спасся в сегодняшние дни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok